12 российских новобранцев сбунтовались и написали рапорты об отказе участвовать в военных действиях в Украине. Об этом сообщает СМИ из Новосибирска. Неподготовленных россиян из учебного лагеря бросили сразу на первую линию фронта. По словам жен мобилизованных, мужчины просили, чтобы их перевели в тыл, поскольку не имеют никакого опыта и попросту станут пушечным мясом. Этот случай далеко не единственный пример нарастающих протестов среди мобилизованных. Подробности далее в эфире. Это пропанация, имитация стрельб, имитация учений, имитация строевого устроя. По 15 патрону приходится стрелять, зарядить в порошках, изобразить воображаемого противника на танковом полигоне. Воображаемому противнику! Выходьте на бур! И все! Ра-та-та-та-та! Почему у нас выдается не армейский жилет, а вот эта ду... китайская? Стачка между офицером российской армии и одним из мобилизованных завершилась арестом последнего. А теперь двуму Александру Лешкову грозит до 15 лет лишения свободы за оскорбление старшего по званию. Новобранец выразил общее недовольство коллектива по поводу экипировки и качества обучения. Ведь все, чему учат будущих захватчиков, это ходить строем. Эмоция бунтаря вполне понятна, как для человека, отправляющегося на войну, с которой уже не вернулось около 90 тысяч таких же. Немыслимо количество погибших. Наш выжило очень мало. Очень мало выживших. Нешуточный бунт подняли мобилизованные и в Казани за, как они говорят, скотских условий. На танковом полигоне не было дров, чтобы развести костер. Солдатам не привезли даже воду и еду. Последней каплей стали ржавые автоматы. Разъярённая толпа окружила офицерскую палатку и, не выбирая выражений, потребовала, чтобы командир убрался. А ну-ка, давай-ка, у***** отсюда! А ну-ка! А ну-ка! А ну-ка! А ну-ка! А ну-ка! А ну-ка! Так пугает новобранцев, как то, что уже через несколько дней после прохождения медкомиссии они могут оказаться в окопе неподалёку линии фронта. Им казалось, что им раздадут оружие, потренируют, значит, и просто они отправятся потом по домам. В худшем случае, как им казалось, как им обещал президент, они будут охранять территории, которые прифронтовые, или, значит, работать в тылу, как им опять же обещали. По факту, их отправляют в мясорубки. По словам экспертов, переломить ход войны или остановить наступление украинской армии мобилизованные никак не помогут. Однако их отправка насыщает фронт живой силой и может на какое-то время замедлить продвижение Украины за счёт того, что на её уничтожение потребуется больше времени. Понимают это и родственники российских новобранцев. Последние несколько недель то и дело появлялись обращения жён и матерей. Этот протест тоже своеобразный. Но есть попасть под тяжёлую руку Кремля. Женщины как бы одобряют войну, но не без оговорок. Наших мобилизованных ребят с нашей области и города Воронеж. Без должного снаряжения, без питания, без тёплой одежды. Вместо того, чтобы держать под контролем уже освобождённые территории, их отправляют участвовать в боевых действиях. Наши мужья, отцы наших детей и сыновья не дезертиры. Но идти пушечным мясом не готовы. Почему наши мобилизованные солдаты оказались на передовой без военного руководства, без военного командования? Без подборков. И без обготовки. Прямо сейчас родственники мобилизованных отбивают пороги официальных ведомств. По словам экспертов, это та стадия, когда кажется, что их проблема решаема. Однако с наступлением зимы и снижением температуры, её масштаб будет только расти, как и число бунтов в оккупационной армии. Продолжение следует... Продолжение следует...